Продолжение следует... В студии работает Антон Васильев. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, в этом выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Гаджеты за рулем. Опасность использования смартфона во время движения. Взаимодействие ГИБДД и общественных организаций. Активность госавтоинспекции в интернете и социальных сетях. Внимание, дети! Обеспечение безопасности детей и пешеходов. Контроль со стороны родителей и педагогов за использованием ими световозвращающих элементов. Повторение мать-учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит Ангелина Нехарукова. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашей республики. На автомобильных дорогах республики за две недели с 15 по 30 августа 2021 года зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествий, где погибли три человека, травмировано 51, в том числе 12 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В Мирненском районе пьяный водитель совершил опрокидывание автомобиля. 16 августа около 19 часов вечера дежурная часть отдела МВД России по Мирненскому району поступила телефонное обращение о том, что в поселке Чернышевский произошло дорожно-транспортное происшествие, имеется пострадавший. Прибыв на место происшествия, наряд ДПС установил, что примерно в 18 часов вечера в поселке Чернышевский 44-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, двигаясь по улице энергетиков, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дорожного палатна в левый по ходу движения Кювет, где произошло опрокидывание Нивы. В результате происшествия водитель получил различные травмы и госпитализирован в Мирненскую больницу. В момент ДТП в сауне ВАЗ он находился один, без пассажиров. В ходе проверки установлено, что пострадавший не имеет права вождения транспортными средствами. В течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался в два раза. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала результат 0,86 промиллей, установлен факт употребления спиртных напитков. Мужчина поясняет, что автомобиль принадлежит ему, был пристегнут ремнем безопасности и перед тем, как ехать, выпил литр пива. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии опьянения Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления сроком до двух лет. Повторное управление транспортом в состоянии опьянения влечет за собой уголовную ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное деяние наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением свободного срока до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В Мегино-Кангаласском районе в результате ДТП погиб водитель. 25 августа в дежурную часть отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о том, что около 4 часов утра в поселке Нижний Бестях произошло ДТП с пострадавшим. Предварительно установлено, что в поселке Нижний Бестях 58-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Спринтер Калиб, следуя со стороны квартала энергетика в сторону Нижний Бестяхской участковой больницы, потерял сознание за рулем, после чего был совершен наезд на электрическую опору. Водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи. В момент ДТП помимо водителя в салоне автомобиля находилась 42-летняя женщина. Супруга водителя, которая сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности, не пострадала. Со слов женщины следует, что ночью муж жаловался на боли в сердце, и они решили поехать в больницу. Во время движения в какой-то момент жена заметила, что муж внезапно перестал разговаривать и управлять автомобилем, потерял сознание, в результате произошло ДТП. Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы, проводится проверка. Госавтоинспекция рекомендует водителям и их близким перед поездкой обратить внимание на самочувствие водителя. Если он почувствовал недомогание, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, то лучший способ – это воздержаться от поездки и обязательно обратиться к медицинским работникам. Несовершеннолетний водитель совершил наезд на столб. 26 августа около 4.30 часов утра дежурную группу госавтоинспекции города Якутска поступила информация о ДТП, имеющем пострадавших. Предварительно установлено, что около 4 часов утра 17-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь со скоростью, не обеспечивающим постоянный контроль над движением транспортного средства, со стороны микрорайона ДСК по улице Свиническая возле дома номер 13 Г Покровского тракта 12-го километра, совершил съезд с проезжей части дороги со следующим наездом на бетонный столб. В результате происшествия несовершеннолетний водитель с серьезными травмами был госпитализирован в республиканскую больницу. Также с места аварии в медучреждение была доставлена пассажир Camry, девушка 17 лет, которая в момент ДТП сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутой ремнями безопасности. Благодаря ремням девушка серьезных травм не получила. По факту ДТП проводится проверка. Современные люди настолько привязаны к своим смартфонам, что не хотят отвлечься от них, даже находясь за рулем. Хотя очевидно, что это может привести к печальным последствиям и стать результатом трагичной ДТП. Как выявляется и наказывается использование смартфонов при вождении автомобиля, мы узнаем из сюжета. Отвлечение водителей на телефоны несомненно. Можно назвать одной из главных угроз безопасности движения в настоящее время. Хотя каждый автомобилист знает, что использование телефона во время вождения – верный путь к катастрофе. И система «Свободные руки» не решает проблемы. Исследования показывают, что пользование телефоном за рулем увеличивает риск несчастных случаев в 4 раза, так как у всех водителей ухудшается реакция, ослабляется контроль над дорожной ситуацией, снижается внимательность, притупляется восприятие. Те же исследования показали, когда водитель отводит взгляд от дороги на экран мобильного телефона при скорости 60 км в час, он проезжает вслепую 65 метров. Соответственно, чем выше ваша скорость, тем больше слепые участки. Экран мобильного телефона плохо влияет на зрение. После яркого экрана требуется время на то, чтобы зрачок перестроился для восприятия объектов вдали, особенно в темное время суток. Все это ведет к нарушению концентрации внимания и становится невозможным вовремя заметить аварийную ситуацию на дороге. В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования «Хэнсфри» был введен в ПДД еще в 2001 году. С 2007 года действует штраф за нарушение этого правила. Сначала он составлял 300 рублей, с 2013 года был повышен до 1500 рублей. Многие проводят машины большую часть дня. Именно здесь совершаются важные звонки и обдумываются планы. Мобильный телефон – это неотъемлемая часть любого современного водителя. Бывают ситуации, когда нельзя откладывать звонок или не отвечать на него. В таких ситуациях рекомендуем припарковаться на обочине и ответить абоненту. Воспользоваться устройствами громкой связи, которые размещаются в салоне автомобиля. Стараться быстрее закончить разговор, прекратить движение на время звонка. Водитель, который отвлекается на разговоры за рулем, является потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения и может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия. Согласно статье 12.36 Прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства, то есть пользования водителем во время движения транспортного средства телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Будьте предельно внимательны и не отвлекайтесь за рулем. ГИБДД напоминает, что использование смартфонов в процессе дорожного движения не может быть безопасным. Единственным способом общения по смартфону для водителя может быть только разговор в спокойной обстановке в машине, припаркованной на обочине, а для пешехода – вне зоны проезжей части. С началом учебного года повышается детская активность на дорогах, путь в школу и обратно, дороги до кружков и различных секций. Именно поэтому работники ГИБДД из года в год проводят профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» с целью напомнить и детям, и взрослым правила дорожного движения. И этот год, конечно же, не исключение. Сегодня гость нашей студии Сергей Вильевич Ситынь, инспектор пропаганды управления ГИБДД по республике Сахай-Якутия, майор полиции. Здравствуйте, Сергей Вильевич! Добрый день, Антон! Добрый день, уважаемые телезрители! Как сказал Антон уже, традиционно в начале учебного года Управление госавтоинспекции совместно с Министерством образования и науки республики проводит операцию «Внимание, дети!» В связи с чем проводится такая операция именно в этот период? В августе-сентябре. Дети после каникул приезжают с отпусков домой, начинают собираться в школы, непосредственно начинают ходить в школу. И необходимо обязательно напомнить детям о правилах дорожного движения. Не только детям, но и взрослым. Значит, в связи с этим я хочу обратиться к учителям, родителям, чтобы напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Учителя, чтобы в конце последних уроков проводили пятиминутки безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции принимают участие в торжественных линейках по безопасности дорожного движения. Значит, на классных часах, значит, с применением детских мобильных городков. Перед началом учебного года были обследованы участки уличной дорожной сети. И все недостатки были предоставлены администрации городов, районов. Хорошо. Сергей Вильевич, хотелось бы узнать, скажем так, охват территорий, на которых реализуется данное мероприятие. И что, собственно говоря, пошагово оно себе будет представлять. Значит, данное мероприятие охватывает полностью всю республику, 100%. Все школы должны быть охвачены. Первым этапом, конечно, это обследование уличной дорожной сети, как я уже говорил, вблизи учебных заведений и мест скопления детей. Второй этап – это, значит, сотрудники госавтоинспекции принимают участие 1 сентября на торжественных линейках, а в последующем проводят классные часы, занятия, беседы с родителями, с детьми непосредственно в школах по безопасности дорожного движения. Если нет такой возможности принять участие сотрудников госавтоинспекции, я хотел бы попросить учителей провести такие занятия. Это касается особенно удаленных школ, у нас же Республика Большая, где нет сотрудников госавтоинспекции, чтобы учителя самостоятельно провели такие беседы с детьми. Хочется обратиться также к организаторам массовых перевозок детей. Такие перевозки должны обязательно осуществляться специализированными автобусами, которые осуществлены системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности и так далее. Обязательно уведомление должно поступать в госавтоинспекцию, если у вас не более двух автобусов перевозка в госавтоинспекцию в течение двух дней, а если более двух автобусов, то заявка подается в госавтоинспекцию на сопровождении в течение 10 дней, то есть за 10 дней до перевозки. Не менее важным аспектом безопасности на дороге у нас является то, что обретает, скажем так, все большую актуальность – это светоотражающие элементы. Хотелось бы узнать, какие есть требования, минимумы непосредственно к их наличию. Да, светоотражающие элементы, конечно, это сейчас необходимость, потому что особенно это вот в районах республики, где есть неосвещенные места, тем более сейчас осенью уже рано начинает темнеть, и светоотражатели – это очень необходимая вещь. Поэтому я рекомендовал бы родителям приобретать сразу же рюкзаки, ранцы, сейчас они выпускаются, есть с светоотражающими элементами. Значит, на одежду можно прикреплять, или есть светоотражающие значки, брелки, очень разные формы есть этих светоотражающих элементов. Есть сразу вшивки на одежде, на куртках, поэтому это обязательно. Собственно говоря, да, хотелось бы также узнать, какую статистика сейчас владеет ГИБДД, и хотелось бы, чтобы вы ее поделились. Значит, ну, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 75 дорожно-трансовых происшествий с участием детей, в которых 87 детей получили травмы различной семьи от тяжести. К сожалению, три ребенка погибли на сегодняшний день. Значит, к сожалению, рост составил по всем трем показателям по сравнению с прошлым годом. И по погибшим рост составил на 50%. То есть в прошлом году у нас погибло два ребенка, в этом году уже три. В связи с чем возможен такой рост? Да, вот хотелось бы обратить внимание, еще обратиться к водителям. Значит, в основном все ДТП происходят по вине водителей. Где ребенок пешеход, бывает часто вина водителя. Значит, бывают даже наезды на пешеходных переходах, на пешеходных переходах. И при перевозке детей, очень часто дети получают травмы. Детей перевозят без автокресел, без удерживающих устройств, что недопустимо. Ну, несомненно, стоит подчеркнуть то, что для безопасности дорожного движения важна как раз-таки подобная профилактика. Поэтому мы весьма благодарны вам, Сергею Вильевич, вашему управлению. Отдел пропаганды и управления ГИБДД МВД по республике Саха и Куча очень успешно, творчески, платформно работает на бескрайних просторах интернета. Через социальные сети инспекторы ГИБДД оперативно передают информацию о случившейся ДТП, об операциях, мероприятиях, проводимых службой. ГИБДД неустанно пропагандирует безопасную езду и соблюдение правил дорожного движения. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ежегодно разрабатывает и внедряет основные и дополнительные мероприятия, в том числе совместные с общественными организациями. Все они направлены на снижение дорожных аварий, на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Стали уже традиционными республиканские соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» среди школ и общеобразовательных учреждений, профильные сборы юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук» и «Зеленые огоньки», конкурсы среди дошкольных общеобразовательных учреждений республики, а также смотры агитбригад «Сохраним молодые жизни» среди школьников Якутии. В целях снижения уровня аварийности на территории республики организовываются профилактические рейдовые мероприятия и сплошные проверки водителей. Особую роль занимает профилактика. Это работа с участниками дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения при помощи средств массовой информации, через телевидение, радио, различные интернет-ресурсы и, конечно же, проведение профилактических мероприятий и акций совместно с педагогическими коллективами, родительской общественностью, с инспекторами участковых подразделений и ПДН, судебными представами общественными организациями Лига отцов республики, «Матери России», «Общественный совет МВД по республике», совместно с региональным отделением общественной организации «Ночные волки» и женщинами-водителями «Автоледи» ежегодно проводятся мероприятия. Подразделение ГИБДД организовывает работу по профилактике безопасности дорожного движения во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими и общественными организациями и объединениями, которые оказывают помощь в проведении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, активно участвует в различных акциях, конкурсах, проводит беседы и участвует в обеспечении безопасных дорожных движений перед проведением массовых мероприятий. Проводимые акции обширны и многогранны «Осторожно, туман», «Леди за безопасность», торжественное мероприятие по вручению ключей от новых патрульных автомобилей, выездное мероприятие в Намский район с проведением тренингов для детей, с применением передвижного комплекса «Лаборатория безопасности», 24-й профильный сбор юных инспекторов движения, «Дороги для жизни», совместное с радиостанцией «Наши радио» и историческим парком «Россия. Моя история», акция «Начни с себя» по безопасности дорожного движения, с раздачей памяток для участников дорожного движения, акция по правовой пропаганде «Надо знать» в местах, где работают граждане иностранных государств, благотворительная акция «Путь к дому» совместно с другими подразделениями МВД по Республике Саха-Якутия. Информация о резонансных ДТП, о профилактических мероприятиях, о новостях ГИБДД опубликовывается на федеральных региональных информационных интернет-ресурсах. Осуществляется выход на телевидение, на республиканских и городских радиостанциях. Размещается информация также в социальных сетях Instagram. Госавтоинспекции Республики имеют аккаунт в Instagram под названием «ГИБДД ЕКТ-14». Аккаунт имеет 8369 подписчиков, 2699 публикаций. Обратная связь организуется через сайт Госавтоинспекции. ГИБДД РФ, сервисы, прием, обращений. ГИБДД РФ, сервисы, прием, обращений. Второй вариант. Можно, если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант. Можно. Ну, нельзя. В каком месте вам следует остановиться? Первый вариант. Перед пересекаемой проезжей частью. Второй вариант. Перед светофором. Третий вариант. В любом из перечисленных. Ну, вариант два. Перед светофором. Второй вариант. На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварии на остановке в данной ситуации? Первый вариант не менее 20 метров, второй вариант не менее 10 метров, третий вариант не менее 15 метров и четвертый вариант не менее 30 метров. Вариант 3, не менее 15 метров. Третий вариант. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнять поворот направо в данной ситуации? Первый вариант запрещено, второй вариант разрешено, третий вариант разрешено, если при этом не будут созданы помехи транспортным средствам, движущимся с других направлений? Первый, конечно. Первый вариант. Следующий вопрос. Можно ли вам выполнить разворот по данной траектории? Первый вариант можно, второй вариант нельзя. Третий вариант. Можно, если ширина проезжей части недостаточно для выполнения маневра из крайнего левого положения? Мне кажется, можно, если ширина проезжей части недостаточно. Третий вариант. Третий. Хорошо, ответ засчитан. Следующий вопрос. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Первый вариант только по А, второй вариант только по Б, третий вариант по любой из указанных? Ну, очевидно, Б, конечно. Хорошо, ваш вариант, ответ Б. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Первый вариант. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. Второй вариант. Нельзя. И третий вариант. Можно. Ну, мне кажется, нельзя. Второй вариант. Итак, ваш ответ, второй вариант. Хорошо, едем дальше. Вопрос. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Первый вариант. Запрещено. Второй вариант. Разрешено, если вы намерены высадить пассажира. И третий вариант. Разрешено? Разрешено, если вы намерены высидеть второй вариант. Хорошо. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Первый вариант. Разрешено. Второй вариант. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. И третий вариант. Запрещено. Ну, второй вариант. Второй вариант. Хорошо. Хорошо. И следующий вопрос. Собственно говоря, последний вопрос звучит следующим образом. Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия. Первый вариант. Уступите дорогу грузовому автомобилю. Второй вариант. Пройдите перекресток. Первый. Помеха справа. Мне кажется, первый вариант. Ваш ответ первый вариант. Он засчитан. Спасибо. Здравствуйте. Сейчас проверим ответы Ангелины. Так, на первый вопрос Англина ответила правильно. Когда разметка бывает 1.11, с нашей стороны сплошная линия будет. Обгон выполнять запрещено. Нельзя. Первый ответ. На этот вопрос тоже Англина правильно ответила. На светофоре у нас висит знак стоп-линия. И из-за этого должны в этом случае останавливаться перед светофором. Означает, перед этим знаком останавливаемся. Ангелина правильно ответила. На этот вопрос тоже правильно ответила Ангелина. Ангелина в населенном пункте знаков длинной остановки. Мы должны устанавливать на расстоянии не менее 15 метров. Третий ответ. Вот на этот вопрос тоже правильно ответила. Мы находимся на левой полосе. С этой полосы поворачивать направо запрещается. Первый ответ. На этом вопросе тоже Ангелина правильно ответила. Если ширина не позволяет нам проезжей части разворот делать, можно делать с обочины. По такой траектории разрешается третий ответ. На этот вопрос тоже Ангелина правильно ответила. При повороте направо сразу на реверсивную полосу заезжать нельзя. Как раз у нас говорят, скоро реверсивное движение появится. Должны, даже если разрешено будет там ездить, заехать сначала на свою первую правую полосу по B. Только потом можно перестроиться, если разрешено двигаться через реверсивную полосу. Так, на этом вопросе тоже правильно ответила Ангелина. Вне населенного пункта двигаться, когда никого нету по левой полосе запрещено, можно будет двигаться только по правой полосе. Ответ нельзя, по левой. На этом вопросе Ангелина, к сожалению, ошиблась. Когда сплошная линия бывает, и от машины нашей до сплошной меньше трех метров бывает, останавливаться нам запрещено. Будем закрывать полностью эту полосу. Должен, правильный ответ, запрещено останавливаться. На этот вопрос Ангелина правильно ответила. Для движения прямо в этом случае не заезжаем на перекресток, но можно заехать на перекресток для выполнения поворотов. Второй ответ. И на этот вопрос тоже правильно ответила. В этом случае этот знак никому, нам преимущество не дает. Перекресток все равно равнозначный называться будет. И, как сказала Ангелина, надо уступить помехе справа. Первый ответ. В итоге из 10 вопросов Ангелина ответила правильно на 9 вопросов. Очень хороший результат. Вот и наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова